Итак, Снейкс Ревенч. Знаете, мы еще не начали играть, а у меня уже возникает важный вопрос. А собственно, кому Снейк собрался мстить? Своему военно-начальнику за то, что заставил убить Биг Босса? Трупу Биг Босса за то, что он его предал? Или Дженнифер за то, что она так и не дала после миссии? Надеюсь, нам дадут ответ на этот вопрос. Лейтенант Снейк, мы получили информацию от лазутчика с вражеской базы. У них есть оружие. Это Metal Gear, который ты сломал три года назад? Иди на вражескую базу с двумя мужиками. Пилот знает дорогу. Да, что за вражеская база? Кому она принадлежит? Почему здесь стоит знак вопроса? И какой колхозник это переводил? Хотя ладно, давайте не будем паниковать раньше времени. Первая игра тоже была не без косяков. Джон Тернер в информцентре морского флота уже шесть лет. Пиар проникновения. Я, конечно, извиняюсь, но зачем шпионской операции нужен пиар? Ник Майер. Пехотинец. Мастер по взрывным работам и спец в оружии. К тому же ни капли не стереотип негра, особенно на виде сбоку. Лейтенант Солид Снейк. Мой бог, Снейк, ты что три года одними стероидами питался? Мастер единоборств, уничтоживший Metal Gear 1. Ну да, игра ни капли не палится, что будет Metal Gear 2. И теперь лидер операции 747. О нет, это красное мигание значит, что... А ладно, черепашек ниндзя всё равно уже никто не помнит. Хей, нас и правда трое. И все мы в красном? Знаете, что это значит? Бедняга, как тебя колбасит-то? Окей, поехали. Да, ребят, не палимся сигнальными огнями. Это же стайлс-миссия. Снейк, цель твоей миссии проникнуть во вражескую базу. Спасибо, капитан. Остальную информацию ты получишь от твоих коллег. Ну, окей. Снейк, объясни мне, пожалуйста, как я получу информацию от своих коллег, когда ты заспамил весь канал. А? Что это было? Замечательно. Тревога в первые несколько секунд игры. Может, всё-таки кидать сигнальные огни было плохой идеей? А, Снейк? Как насчёт, ну я не знаю, очков ночного видения? Хей, кто-то классно припарковал свою машину. Холли фак, и это мои враги? Парни на гирокоптерах, серьёзно? Мало того, что я не могу их убить, передвижения у них быстрые, хаотичные, спаунит буквально их над моей головой, так ещё и всё это время он издевательски держится за стержень между ног. Фух. Знаете что? К чёрту этот стелс. Эльтенант, бойся вражеских гирокоптеров! А да неужели? А где же ты раньше был? Идиот. Остальные товарищи меня успешно игнорят и... Дженнифер? Та самая Дженнифер? Интересно. Это патруль 10-4, мною зафиксировано ДТП. В южных джунглях столкнулись с дворжавых джипа, приём. Снейк, у меня террабл новости! Ты вошёл в ображескую воздушную территорию! Мы не можем тебе помочь! Увидимся после операции! Гуд лак! Так это ты палил меня всё это время флэрами! О, ну вот это уже проще. Было бы проще, если бы я видел куда... Эй! Я даже не знал, что там машина стоит. Я уж не говорю о том, что этот фонарь явно не светил на меня. Ребят, вы не знаете, что такое перспектива, что ли? По крайней мере, тревогу включает свет на карте. Кто-то явно не хочет спускать глаз со своей машины. Кстати, вышка без лестницы. Интересно, они туда на гирокоптерах прилетают? О, тушёночка! Как вы думаете, глюк из предыдущей части остался? Да! Ну и опять же, как, кто и зачем припарковал тут машины? Так, вернёмся немного назад. О, мой бог, да я же СТЕЛФМАСТЕР! И мой первый освождённый заложник, ееееееее! Спасибо за помощь! Я так понимаю, ты так и будешь сидеть в позе наркомана. Не будешь спасаться, убегать. Ну, окей. Да фак, какой геймдизайнер придумал ставить эти фонари на точки респауна игрока? Да блин! Чё за фигня? Пока я тут бегал туда-сюда, нашёл один полезный глюк. Когда убиваешь двоих солдат, то при переходе в следующую локацию спаунится только неубитый третий. Так и фонарей опасаться не надо, и видно всё прекрасно. Господи, ребят, кто же учил вас водить? Кстати, при таком подходе и дамаг в какой-то степени минимизируется. Что? Не надо на меня так смотреть, это не чит. О, ещё один заложник. Прости, но мне некогда. Да блин, сюда же припарковать машину физически невозможно. Ты же давакин, ты же давакин, так скорее спаси же, Скайрим. Эээ, прошу пардон, ребят, не знаю, что на меня нашло. И эту дверь рукой мне явно не пробить. Возможно, по радио мне подскажут, как проникнуть внутрь. Да это же деревянная коробка. Ты в порядке, чел? Спряйся у главных ворот, чтобы получить новую информацию. А почему бы тебе не сказать её прямо здесь и сейчас? Ну, окей. Так вот оно, чё, Михалыч? Блин, эта игра довела меня до того, что я теперь нашу Рашу цитирую. Лейтенант, я прибыл на точку А, начинаем операцию дачи в проникновении. Ну, окей, чем бы ни был плана. Поехали. А, что? Ты идиот! А, я понял, сейчас я их застрелю. Снэйк, давай, стреляй! 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 А? Отличные плана, ребята! Я боюсь спросить, каким был план Б. Я возьму тебя! Иди вперёд! Знаете, я всё думал, кого мне эти ребята напоминают. И теперь я наконец-то понял. Да это же чёрный властелин! Так, всё хорошо. По крайней мере, я внутри. А чёрт, глушитель же нет! Ну и да. Голубой пол на базе чёрных властелинов. Куда ж без этого? Постойте. А мне кажется, или... Это тот самый Metal Gear! Тот самый Metal Gear, где мы должны запоминать... Траекторию движения патруля. Нет читерских вертолётиков и фонариков, которые палят тебя, когда ты даже там не стоишь. А знаете, возможно... Это не такая уж и плохая игра, как казалось на первый взгляд. Ух ты, полицейский щит. Эй, я хотел сказать, ключ-карта номер один, да. О да, Снэйк воистину мастер рукопашный. В его арсенале целый один удар! О мой бог, два властелина слились в одно целое. Ну и да, сила портала в действии. Ну ладно, хватит издеваться над искусственным интеллектом. Пока. Сейчас вернёмся в самое начало и посмотрим, приведёт ли нас ключ-карта номер один в какое-нибудь новое место. Эй, я здесь уже был! И от машины отвалился глушитель? Серьёзно? Глушитель? Ребят, ну я же пошутил! Честно говоря, не представляю, где мне может пригодиться машинный глушитель. Ну да, конечно, присобачим его на пистолет. Кстати, а вы заметили тенденцию? Ведь и в первом Metal Gear'е на NES тоже в самом начале непонятно зачем прикрутили джунгли. И они были лажёвые! Мне жутко любопытно, почему они делают их такими трудными и за каким хреном они их вставляют? Но, боюсь, на этот вопрос мне никто так и не ответит. О, камон, ребят! В первом Metal Gear'е они хотя бы умели обходить препятствия? Нет, будем стрелять в стену, за которой предположительно стоит враг. Ну и параллельно посовокупляемся друг с другом. Иииу... Да, не хотел бы я попасть к ним в плен. Боюсь, что их методы допроса будут слишком радикальны для меня. Не знаю почему, но этот звук мне тоже напомнил черепашек-ниндзя, когда они пиццу поедают. Ха-ха-ха! Вы видели? Противник сбежал! Это что-то новенькое. Правда, я не совсем уверен, что он действительно убегал от меня. Скорее, просто убежал с экрана, а потом забыл отспауниться снова. О, еще одна ключ-карта. Знаете, по-моему, я уже достаточно наговорился о ключ-картах в предыдущих частях Metal Gear'а, поэтому я просто... О, мой бог, М. Байсон! Эээ, не стреляй! Я ничего не знаю! Зато я знаю, что ты хочешь захватить мир! Of course! Левел ап! Джона перевели в другое место! То есть ты хочешь сказать, что наша принцесса в другом замке? А знаете, потихоньку, помаленьку начинаешь привыкать ко всем несуразностям от игры. А что это? А, всего лишь лифт. А я уж испугался. Эм, ребят, как насчет того, что кто-нибудь из вас по старинке сказал Порой спать! Нет? Ну окей. В принципе, как я уже говорил, если сильно-сильно-сильно-сильно-сильно-сильно-сильно-сильно-сильно-сильно-сильно прищурить свои глаза, то эта игра будет слегка совсем чуть-чуть походить на первый Metal Gear. Ну, с черными властелинами в качестве врагов. О, автомат. Да вы задолбали меня, кто-нибудь вообще тестировал эту игру? Зачем? Зачем ставить противников на спауне игрока? Кстати, пока вот так вот Снейк смирно стоял, я заметил одну маленькую деталь. А с каких пор Снейк стал квазимода? Посмотрите сами, его голова чуть выше уровня спины. И вот эти вот сумочки в виде пениса на спине. По крайней мере, я надеюсь, что это сумочки, а не три горба или мышцы? Не, ну вот это явно компьютер. Посмотрите сами. Монитор, системный блок с кнопочками, даже провода сзади. И на самом деле это... А, черт, еще раз. Это взрывчатка. Это взрывчатка. О, чем только думали дизайнеры этой игры. А, газы! Где этот Шнайдер, когда он так нужен? Кто кладет в газовую камеру кислородный баллон? Это как положить напильник в тюремную клетку? Но знаете, что самое смешное? Они не помогают. Кислородные баллоны не помогают в газовой камере. Бред. О, а вот и камеры. Мне, честно говоря, лень вычислять их паттерн движения, так что я тупо проскачу мимо. Ну, вот эта фляжка на земле полюбак гранаты. И как только я вышел обратно, солдаты волшебным образом оказались по ту сторону стены. Не, ну, я тут постоял, попытался вычислить паттерн и пришел к выводу, что это пройти нереально. Но все же каким-то образом я это сделал. Ну, правильно, я же... СТЕЛФМАСТЕРО ФАК И тревога исчезает, как только я захожу в лифт. Так что те две камеры были жутко необходимы. Мне интересно, кто придумал остановку лифта между двумя этажами. В принципе, знаете, все не так уж и плохо. Все могло быть гораздо хуже. Ну да, эта игра ложевая, но так прям, чтобы ее ненавидеть, я не вижу особых причин. Это было просто. Нет, 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 нет.